Привет, московский политех! Меня зовут Антон, канал Форсаж, и сегодня я был у вас на Дне открытых дверей. Круто, что вы зовете разных людей, потому что сейчас телевизор, YouTube, другие какие-то площадки, они зачастую для молодежи являются каким-то ориентиром, они смотрят на людей, которые по ту сторону экрана снимают контент, и поэтому это круто, потому что когда перед тобой сидит человек, которого ты смотришь на экране и рассказывает тебе какие-то правильные вещи, это хорошая мотивация. Мы пока щупаем аудиторию, смотрим, как она на все это реагирует, и показываем контент, несложный к восприятию. Ну вот мне нравилась серия, когда мы показывали вот это благотворительное мероприятие с детьми, я к этому стремился прям, но даже у нас в команде были разные мнения, стоит ли это показывать. Задача была немножко популяризировать это, показать, что это возможно делать, даже если у тебя небольшие ресурсы. Вот сейчас, когда у нас третий год был вот этой благотворительности, все-таки ресурсы были немного выше, чем в прошлые годы. То есть я бы, наверное, предпочел бы еще и в прошлые годы бы все это показать, когда реально ресурса было очень мало, когда мы работали с этими детьми просто на старых гнилых машинах, на бушной резине. Но единственное, что мы тогда могли обеспечить, это безопасность этих детей, ну и какие-то минимальные развлечения. И им тогда уже было этим детям круто, им нравилось. Тут принципиально хочется, чтобы наш канал вырос и показывал правильные вещи по максимуму и интересного контента, развлекательного контента и познавательного контента, чтобы ты мог, посмотрев эту серию, отдохнуть, но при этом чего-то узнать. Что касается высшего образования, я считаю, что учиться обязательно нужно. За время обучения как минимум формируются нужные нейронные связи, формируются знакомства с людьми, которые тебя окружают. Впоследствии вот эти связки людей начинают во взрослой жизни работать уже иначе. И ты сможешь совместно с этими людьми, которые действительно чему-то научились и куда-то стремятся, идти в паре. Единственная сложность, с которой все, наверное, сталкиваются, это определиться с тем направлением, которым ты реально хочешь заниматься в жизни. Если изначально ты возьмешь нужный вектор, то результативность твоя по жизни будет гораздо выше. Про политех знаю, что у вас точно работают с автоспортом в разных направлениях. Дается возможность вот касаемо автоспорта поучаствовать в каких-то соревнованиях, там съездить на Байкал на том, что они построили, изучить, как это работает. Это очень круто. Я так сегодня, когда вот вещал со сцены, я думал, что если бы была возможность вернуться назад, то я бы пришел учиться, потому что сейчас мне не хватает автомобильных знаний и вообще того, чем сейчас здесь занимаюсь. С электрическим транспортом, которым я контактировал, он меня точно вызывал удивление, насколько зачастую он мощный, технологичный и необычный. Я понимаю, что за этим будущее, за этим прогресс, что с этим работает много компаний крупных. Вообще круто, что вы этим занимаетесь, и я удивляюсь, как на базе университета создаются такие вещи. Я думаю, как у вас на это хватило мощностей, ума и так далее. Это удивительно, потому что вот изделия эти сопоставимы с изделиями каких-то крупных брендов. Ребят, обязательно учитесь. Это не пустые слова. Со временем это пригодится в жизни. Стремитесь, учитесь, работайте. Чтобы быть счастливым, нужно найти дело своей жизни, то, чем интересно заниматься, и монетизировать это. Не сдавайтесь. Удачи. Продолжение следует. Удачи. Продолжение следует. Продолжение следует.